Сбербанк готов пересмотреть тарифы на торговый эквайринг для субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Речь идет о снижении комиссионных сборов за прием безналичной оплаты с карты. Определенные договоренности по этому вопросу уже достигнуты. Об этом сообщил управляющий Архангельского отделения ПАО Сбербанк Игорь Залукаев. Снизить сборы за прием безналичной оплаты с карты и аренду торгового оборудования. Такие обращения неоднократно поступали в адрес Сбербанка от субъектов малого и среднего предпринимательства на селе. Совместными усилиями администрации Ненинского округа и финансовой структуры в рамках проекта «Безналичный округ» удалось снизить тарифы на торговый эквайринг для потребкооперации. Сегодня аналогичная работа ведется и в отношении других сельских бизнесменов. Мы пришли к соглашению с гувернатором о том, что мы будем устанавливать тарифы индивидуально по каждой торговой точке с минимальной нашей рентабельностью. Поэтому будем рассмотреть все индивидуально. Пересмотр тарифов и снижение их до минимально возможных будет происходить в том числе при увеличении оборотов на селе, отметил Игорь Залукаев. Это станет возможным, когда большая часть торговых расчетов с покупателями будет происходить посредством банковских карт. Для этого в регионе с 2015 года реализуется проект «Безналичный округ», который предполагает в том числе подключение к зарплатным проектам. Также управляющий Архангельского отделения Сбербанка отметил, что ведется работа по снижению тарифов за перечисление социальных выплат жителям региона. Расходы по этой статье несет отделение социальной защиты населения. Уменьшение ставок позволит снизить нагрузку на бюджет региона. У нас всего четыре выплаты, по которым существуют тарифы за зачисление денежных средств. Все зависит от технологии. Если это технология зачисления, когда нам предоставятся электронные реестры, то это действительно тариф будет снижаться. И на сегодня у нас достигнута горенность о снижении. Понятно, что не до нуля тариф по зачислению. По словам руководителя Архангельского отделения банка, к лету 2016 года планируется установить еще 9 терминалов оплаты товаров и услуг в потребительских обществах на территории округа. Кроме того, есть договоренность об установке пяти терминалов для покупки авиабилетов в крупных сельских поселениях. В итоге количество торговых терминалов на селе увеличится до 65. Кроме того, в беседе с журналистами Игорь Залукаев сообщил, что в апреле после небольшого ремонта откроется филиал, расположенный в Качгарте.